Друзья, добрый день! Сегодня 3 апреля. Сегодня я был приглашен Татьяной Николаевной Бреховой в Краснодарскую среднюю школу, где встречался с учениками 10-11 классов, где тоже рассказал по возможности о своем жизненном пути, появился опытом в выборе профессий и немножко рассказал про работу в Норильске. Думаю, ребятам понравилось. Так что сегодня будет ролик, немножко усеченные отрывки из моей встречи с учениками. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Ставьте лайки, пишите комментарии. Буду рад ответить. Хороший кабинет. Очень. Очень. Ухудшает качество выполняемых работ. Поэтому, уважаемые ученики, я хочу сказать о том, что свой кургозор расширяется максимально на 360 градусов. И открою вам такую специальность, которая сейчас такая лайтовая и которая не потребует от вас огромных знаний в физике, огромных знаний в химии или в каком-то таком предмете и которая сейчас востребована на рынке, особенно на строителе. Это специальность специалиста по охране труда и технике безопасности. Если у кого-то уже есть мысли, то рекомендую, рекомендую на эту специальность пройти обучение, получить соответствующие доступские сертификаты. Эта специальность востребована на сей аре. Ну, наверное, практически все, что за Урал. Все большие предприятия с численностью более 50 человек обязаны иметь в своем составе такого специалиста. Средний заработный план такого специалиста от 130 до 200 тысяч рублей. Это вот для девочек, то есть у меня в коллективе 4 человека, 3 девочки и 1 парень, которые следят именно за ведением безопасного производства работ, которые следят за подписыванием предписаний и контролируют работу строителей. Здесь в Ульяновской области, в Сингрейском районе, ну, к сожалению, я таких специалистов и не видел. Вот сколько здесь жил и ни разу не видел. Там они действительно востребованы. Также для молодых людей очень важно, вот многие стремятся после окончания школы, достижения 18 лет, получить права. Ну, девчонки, это как бы салон суборд, разумеется, но парни, они смотрят, если вдруг не получится что-то, ну, на крайний случай таксист подработал. Мысли такие в голове всегда крутятся, или там на службе доставки, там будет возможность подработать. Я так скажу, что помимо прав, желательно бы расширить свой кругозор в области не просто легкового автомобиля, а если есть возможность, то учиться на спецтранспорте. Погрузчики, вилочники, грейдеры, может быть, тяжелая техника. У нас в Сенгелецком районе достаточно есть количество учебных заведений, где это можно получить образование как дополнительное. И оно вам пригодится. Мне даже пригодились права тракториста, потому что некоторые категории техники, которые необходимо выпускать на линию, нужно иметь документ, утверждающий, что я как специалист имею право это осуществлять. И вот на основании моих прав по вождению тракторной техники позволили мне быть неким механиком по выпуску машины. Поэтому, ребята, если учитесь на права, учитесь желательно на категорию и С, и Д, и спецтранспорта. Это первое. И второе. Есть такие специальности, тоже для мальчиков в основном. Такие как, например, рабочие люльки, стропыщик, газовещик, сварщик, монтажник. Эти все специальности можно получить в течение полугода или года в нашем учебных заведениях, того же Ульяновска. Вот имея на руках такие специальности, корочки, они действуют до 5 лет. Вы можете в дальнейшем трудоустроиться и получать, например... Субтитры создавал DimaTorzok